Патриарх Кирилл вдруг заговорил о критике капитализма. В том, что социализм это плохо, никто, конечно, не сомневался. Но, как оказалось, иная система тоже вызывает у РПЦ вопросы. По крайней мере, объяснить это можно тем, что недавно о том же самом говорил и президент на Валдае, но в итоге-то что? Неужто нам вот так открыто навязывают третий путь? Социолог-политолог Борис Когорлицкий уверен, что в этой идеологии и кроется тот самый консерватизм, о котором говорил Путин недавно. И правильнее всего это можно назвать антипрогрессизмом, своим экспертным мнением Борис Когорлицкий поделился с накануне ТВ. Да нет, я не думаю, что нам что-то пытаются навязать. Я думаю, что эти люди, как во власти, так и в РПЦ и во многих других местах, просто считают, что надо менять дискурс. То есть никакого пути нет ни первого, ни второго, ни третьего. Мы просто плывем по течению. И в этом смысле о какой-то стратегии или пути говорить, ну, можно только иронически. Знаете, как в известной шутке, что у нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. В данном случае российские молитвы не все равно куда идти, но их просто устраивает то место, где они находятся. То есть, главная их идея состоит в том, чтобы вообще никуда не идти, никуда не двигаться. Надо понимать, что российские элиты сейчас внутренне достигли такой вот социальной нирваны. Любое движение в любую сторону, с их точки зрения, это плохо. Мир, тот, которому они живут, это есть идеальный мир, который даже невозможно улучшить. Другое дело, что этому миру всякие угрозы постоянно возникают, и вот от них надо отбиваться. А дальше возникает тема дискурса. То есть, вот, пошла уже такая идея, что левый дискурс сейчас в моде. Значит, левый дискурс в моде, значит, надо что-то такое сказать в этом стиле. Или, значит, критиковать капитализм сейчас, как струю будет. Общество это воспримет. Значит, надо критиковать капитализм. Но, с другой стороны, выступать за социализм или за коммунизм нельзя, потому что, во-первых, они уже все-таки обозначились как антикоммунисты и социалисты. Но, с другой стороны, в принципе, тоже, если они что-нибудь сказали позитивно по поводу социализма и коммунизма, это было воспринято как сигнал, обязывающий, ну, хоть каким-то жестом, каким-то действием. А вот такая пропаганда, такой дискурс, который они выбрали, что коммунизм плохо, социализм плохо, вообще все плохо, а вообще все хорошо, потому что мы хорошие. Это идеальный для них дискурс, который оправдывает отсутствие движения в какую-либо сторону. По факту, они живут в колониальном капитализме. И парадокс в том, что, когда они критикуют капитализм, они ведь не просто критикуют капитализм, они критикуют более развитые, более демократические формы капитализма. То есть проблема их стоит не в том, что они не хотят социализма, это само собой. Проблема их стоит в том, что они не хотят даже более-менее демократического развития капитализма, потому что это тоже подрывает их позиции. Поэтому никакого прогресса даже в рамках капитализма не должно быть. Отсюда и критика капитализма. То есть на самом деле это такой последовательный, убежденный и вполне осознанный антипрогрессизм. То есть никакого прогресса, ни буржуазного, ни тем более, целительского быть не должно. Все должно оставаться как есть. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.